Приветствую вас на канале Сокровище Черногории. Сегодня мы с вами в монастыре Острог. Я вам показываю паркинг возле самого монастыря. Летом обычно сюда просто не пускают. Пускают только с очень маленькими детьми на руках, беременных, пожилых, инвалидов, потому что все здесь забито машинами. А обычных людей загоняют на другой бесплатный большой паркинг, но с него надо подниматься. Три пролета по ступенькам до сюда. Но этот август из-за известных всем событий, как видите, можно приехать сюда и поставить машину прямо здесь. Мы с вами возле самой почитаемой святыни на Балканах православной, где находятся мощи святого Василия Острожского, чудотворца. Самый почитаемый святой на Балканах, опять же. Слева гостеприимный дом для паломников. До трех ночей бесплатно можно жить. Монастырская лавка. Чуть дальше место, где можно поставить свечи. Те, кто бывал здесь в сезон, знают, что весь двор обычно заполнен паломниками, которые ночуют летом из-за жары, прямо на улице, на тюфяках, а не внутри. А здесь стоит огромная-огромная обычная очередь к самому монастырю. Но в этом году паломников практически нет, очередей нет. И даже температура... Вот сегодня 7 августа, час дня, температура 21 градус. Вот место, где покоятся мощи святого Василия Острожского. Церковь ведения Богородицы в храм, 17 век. Внутри съемка запрещена, поэтому мы пойдем к месту покоения Василия Острожского. Церковь Возведения Честного Креста, тоже 17 век. Это церковь, которую построил Василий Острожский. Панорама на долину реки Зетта из монастыря Острог. Место покоения Василия Острожского, место из которого выросла виноградная лоза. Год смерти 1671, 12 мая по новому стилю. На лозе есть виноград. Этот год и это лето, наверное, самое лучшее для поездок по стране. Людей везде очень мало, нету нигде очередей. Лето выдалось, кстати, не жарким. Поэтому будем рады видеть Вас в гостях. Оставайтесь с нами, ставьте лайк этому видео и путешествуйте с нами. Всего доброго!